История противостояния заместителя межрайонного прокурора Константина Подопригоры и главы Могочинского района Дмитрия Плюхина – история с патриотическим уклоном. Работника прокуратуры долгое время пытались заставить пройти мероприятие призыва, признать его как негодного к службе, списать в запас, либо все-таки убедить пройти военную службу. Но он дотянул до 27-летия, то есть возраста, когда уже служить нельзя, и фактически не имел законных оснований не служить в армии. Я исчерпал все возможности как председатель призывной комиссии. С легкой руки Дмитрия Плюхина все обстоятельства прокурорского антибилитаристского квеста попадают в интернет. Получая десятки откликов, становится достоянием общественности. Ответом на это становится пресс-релиз Краевой прокуратуры, в котором главу Могочинского района обвиняют в клевете. Именно это послужило причиной для подачи иска в суд. Распространяемые сведения являются недостоверными. Это подтверждается материалами, имеющимися в личном деле прокурорского работника, в отделе кадров прокуратуры края и личном деле призывника, которое ведется органами военного комиссариата. Из пресс-релиза Краевой прокуратуры. Я считаю, что это просто менталитет прокурорских работников, который заключается в том, что им можно нарушать закон. Тем более, самый интересный момент заключается в том, что Подопригора лично курировал работу военкомата. Достигнув возраста 27 лет, Константин Подопригора прошел медицинскую комиссию и списался в запас. Суд принял решение отказать от удовлетворения исковых требований Дмитрия Плюхина. Он просил признать пресс-релиз прокуратуры несоответствующим действительности и порочащим его честь и достоинство, а также взыскать с прокуратуры за моральный ущерб 10 тысяч рублей. Ирина Трофимова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ